приветствую всех на канале михаил инвестиций сегодня будем разбирать bitcoin давайте для начала разберем с динал таймфрейма и посмотрим что у нас творится и так у нас есть линия поддержки или не сопротивления которые можно обозначить примеру по линиям теням и соответственно мы увидели отскок также можно по телу свечек сделать неким таким образом в этом случае у нас тогда произошло пробитие и сейчас идет в некий такой тест который должен подтвердить либо провернуть пробитие ключевую зону ключевую линию сопротивления всего этого нисходящего тренда которого на сейчас происходит мы до сих пор не пробили сейчас происходит еще очередная попытка мы видим что отталкиваемся пока что предполагает о том что мы возможно в будущем все-таки упадем к 30000 куда по идее и должны упасть прежде чем что-то либо кардинальное будет происходить то есть иначе говоря какой-то очень какой-то хоть серьезный рост либо серьезно падение мы видели о том что 2 февраля было довольно хорошее поглощение довольно сильная свечка если примеру это день текущий закроется неким таким подобием который не перекроет не вырастет пример хотя бы до 38 тыс что это может усиливать сигнал на дальнейшее падение конечно самый важный сигнал нам будет как раз вот этой линии сопротивления всего этого нисходящего тренда вот эта зона то есть если мы фиксируемся отталкиваемся то это конечно будет предполагать о дальнейшем росте если посмотреть на объемы объема сейчас пока примерно на одних и тех же отметках пока они не увеличиваются но и не уменьшается магди у нас показывал о затухание произошло некоторое падение но в дальнейшем показ идет определенной неопределенность что же будет дальше давайте посмотрим на 12 часовом таймфрейме что у нас здесь имеется на 12 часовом таймфрейме мы видим о том что вот этот весь восходящий тренд который у нас имеется локальный я имею ввиду у нас он постепенно угасает но бывают такие ситуации когда после угасания потом очень серьезно рост да и мы там вырастим до 42 или того больше поэтому здесь надо быть крайне осторожным обратите внимание что на 12 часовом у нас здесь имеется модель пинцета мы сейчас растем который может дальнейшем еще продолжится модель пинцет это довольно серьезный сигнал который так просто не сдается имеется ввиду что мы даже если будем падать на текущий момент еще определенное количество проторговки будет прежде чем все таки она себя уже полностью отработает этот модель пинцет и мы опять упадем в ниже здесь надо обратить внимание на особенности примеру прс здесь есть определенные интересные ситуации обратите внимание на ирсай здесь виднеется линия сопротивления всего этого нисходящего падения мы сейчас наблюдаем пробитие это пробитие оказалось сложным сейчас идет повторная попытка которые на текущем и нет может в принципе обернуться успехом то есть сейчас надо следить еще за рсай как на мой взгляд обращаю внимание да ну понятное дело что главным образом обращаем внимание на это но паверса и мы немножечко раньше увидим ситуацию это будет подтверждение если оба сигнала показывают о пробитии то соответственно это может как раз означать дальнейший рост а сейчас мы видели о том что произошел по робите сейчас опустились и сейчас идет опять попытка пробить и полететь дальше выше и здесь как раз может она обернуться успехом вполне возможно но так как я предполагаю о том что все это движение нисходящего тренда должно закончиться на 30 тысячах и уже от 30000 будет уже как раз таки решающий момент куда же двинуться bitcoin то я предполагаю что могли как раз на в этот момент показывают некие такие намеки о том что мы все-таки не пробьем весь этот нисходящий тренд а все-таки полетим и дальше ниже напоминаю всем о том что у меня есть закрытый телеграм-канал где помогаю людям вместо того чтобы терять деньги зарабатывать все подробности в телеграме также мы на 12 часов на то время помимо модели пинцета видим довольно хорошие откупы которые тоже могут предполагать о дальнейшем росте то есть сейчас возможно будет некая такая проторговка и последующем уже возможно будет как раз и то самое падение на которую я и рассчитываю с учетом текущего падения которое у нас произошло мы можем обозначить новые линии поддержки и также обозначим линию сопротивления здесь можно предположить что здесь был ложный пробой поэтому у нас есть вот такой восходящий с одной стороны другие же предполагают что надо правильно сделать так то у нас тогда сужаешься такой восходящий клиент в любом случае либо эта фигура либо фигура вот такая она предполагает о дальнейшем каком-то падение то есть здесь вопрос времени когда это произойдется здесь у нас важная зона сопротивления то есть мы в теории можем попытать счастье сделать ложный пробой у нас здесь появится серьезное сопротивление которое нам не даст все-таки устоять и дальше полететь выше и в дальнейшем будем падать вниз до сих пор еще сохраняется большое количество шартистов и это конечно все мешает для того чтобы все-таки опуститься цену ниже поэтому на мой взгляд прежде чем они опустятся но они еще будут иметь определенное распределение проторговки возможно даже как раз таки с пробитием вырастим еще раз где-нибудь до 39 тысяч и только после того как все-таки по уменьшится шартистов мы после этого только полетим дальше ниже давайте посмотрим на 6 часовом таймфрейме что у нас здесь имеется на 6 часовом таймфрейме мы видим сейчас на текущий момент поджатие сверху но она достаточно слабая поэтому особо на него не стоит сейчас обращать внимание по объемам мы наблюдаем сейчас затишье было некое снижение сейчас немножечко возрастает но в целом сохраняется примерно на тех же отметках не наблюдается каких-то всплесков помог где мы наблюдаем о том что сейчас предпринимается как раз таки попытка роста пробитие возможно она обернется успехом на четырех часовом таймфрейме мы наблюдаем о том что сейчас в принципе все то же самое что и на шести часовом таймфрейме здесь особой разницы мы не видим давайте перейдем на более мелкий таймфрейм может он нам здесь что-то разъяснит что сейчас стоит ожидать на более мелком таймфрейме мы видим довольно хорошие модели поглощения довольно хороший рост сейчас немножечко засомневались здесь у нас есть линия сопротивления на текущий момент это 38 тысяч 200 от которого мы сейчас отталкиваемся помогде мы наблюдаем о том что происходит рост пока нету никаких затуханий если посмотреть по сайт а мы сейчас уже на достаточно высоких значениях после которых может как раз таки происходить затухание то есть мы в теории можем так и не пробить отметку 38 тысяч 200 и потом после определенно про торговки все-таки полетим дальше ниже осталось не так уж и много по времени ждать чтобы увидеть что же на самом деле будет происходить и будет ли реально все-таки пробитие фиксации дальнейший рост или это всего лишь еще одна ловушка для того чтобы в дальнейшем опустить цену ниже из-за того что сейчас слишком много по набрали шартовых позиции вообще в целом для того чтобы было хорошее падение необходимо чтобы были определенно про торговки либо какие-то боковики типа этого либо даже рост для того чтобы потом еще больше упасть поэтому это очень здорово что мы сейчас здесь вот так находимся торгуемся постепенно поднимается выше но не падаем сразу вниз это дает нам надежду на то что все-таки сейчас после всего этого восходящего локального тренда мы все-таки по итогу вещей грохнется в 30000 где как раз и будем уже рассматривать более интересный сценарий событий где как раз будет очень интересной ситуации могут в дальнейшем происходить как сильный рост так и сильное падение обратите внимание что на часовом таймфрейме для себя еще можем обозначить как раз таки линию поддержки которую мы ранее пробили тестировали упали дальше ниже сейчас мы как раз таки и и вновь протестировали и если нам все-таки это не удастся пробить это будет еще одним тестом которую опять обернется провалом и в следующий раз скорее всего мы уже немного сильнее упадем либо как-то будем вот тогда потом будем тестировать вот эту линию повторно где-нибудь здесь да будет какая-то такая проторговка и с последующим падением вот эти все локальные движения вот эти различные которые здесь происходят до которые их крайне трудно прогнозировать потому что уж больно на них очень много влияет но в целом самое главное нам понять куда же цена движения по итогу вещей после вот этого сценария после вот этого восходящего тренда надо на моем пока сценарий сохраняется с падением до 30000 примерно вот если мы конечно пробьем зафиксируется выше вот этой зоны то здесь конечно будем уже рассматривать другой сценарий событий пока этого не произошло сценарий событий остается прежней мы после определенной проторговки вот этого восходящего локального тренда все таки упадем дальше ниже желаю всем профита всем до скорой встречи